Всем привет, это Регина. И сейчас я снимаю видео, которое я с позавчерашнего дня постановила снимать каждый день, именно видеоотчёт за прошедший день. И после того, как я это постановила и сняла самое первое пилотное видео, я тут же правила это нарушила и вчера отправилась спать без того, чтобы снять видеоотчёт, потому что, честно говоря, не было у меня сил ни на что. Ощущение у меня было конкретно такое, как будто меня постирали. Вполне возможно, что ощущение это возникло у меня. Я даже подозреваю на 99,9, что действительно оно это так. После одного из событий дня, но события дня у меня по плану идут пунктом третьим. У меня нет книжицы в руках, где зафиксирован этот план. Я надеюсь, что эти шесть пунктов остались у меня в голове. Если нет, то в любом случае видео это получится состоящим из двух частей. Да, потому что одно из событий дня меня просто реально вынесло мне мозг. Как в положительном, так и в отрицательном плане. Итак, первый пункт у нас был про спорт. Итак, если мы говорим сейчас о пятнице, которая благополучно закончилась 5 часов и 11 минут назад, то да, я выполнила свой пензум. Йогу я вообще не буду сейчас упоминать до тех пор, пока не войду опять в ритм. И, соответственно, 2 часа зумба я отработала. В качестве абсолютного бомбона у меня бы шел еще кикбоксинг. Но кикбоксинг я тоже оставила до лучших времен, а именно до того момента, когда мои обе дочери отправятся на курорт, и у меня появятся для этого силы, время и возможности. То есть вчера у меня не было ни одного, ни другого, ни третьего, поэтому кикбоксинг, в принципе, у меня не было записано в план, это была такая мечта. Мечта оставшейся мечтой, скажем так. Но, тем не менее, как бы спортивной программой я довольна. 2 часа кардио – это как бы хороший результат. Outfit of the day. Вчера я сняла перед уходом на биржу труда Outfit of the day. То, что вы видите на мне сейчас, это скорее Outfit of the night, но, честно говоря, не оригинальный, потому что я майку просто надела для приличия вообще. Сегодня я спала в Модосе Мерлин Монро, как бы капелька Шанель номер 5 и всё, потому что нас реально жарко, как вы видите. Это у нас самый последний этаж дома, и всё это тико нагревается, конечно. Ну, реально было просто очень жарко. Следующий момент – события дня. И события дня я могу и хочу назвать мой поход на биржу труда. Мне выдали бумажку, по которой будет оплачен курс, который я всё равно в любом случае хотела сделать. Точнее, не курс, да, курс на получение лицензии группового фитнес-тренера. Вот так. Так что в понедельник я отправлюсь в то место, которое сертифицировано для проведения этого курса, и надеюсь, что там ещё остались свободные места, потому что я, как говорят немцы, уже вся фоя он фламы, то есть я уже вся горю желанием сделать это. Тем более, что после этого всегда можно всё равно сказать, что у меня болит голова, и работать я не буду. Следующее событие дня я забегу сразу вперёд. Это то, что вчера вечером я не увидела Санду, и это каким-то образом на меня подействовало. То есть обычно, когда мы не видимся пару дней, это как бы всё окей. Но я замечаю, что до сих пор у меня в голове как бы сидит желание контролировать ситуацию, и когда я знаю, что у него есть ключ, то я как бы, ну, раньше это тоже было немножко по-другому, но в последнее время я там 4 дня, 5 дней была спокойна, если он не появлялся, но я знала, что он может появиться, и обычно так оно и случалось. Но вчера он не появился, и ключа у него нет, и поэтому сегодня я проснулась в 4 часа утра. Может быть, конечно, от жары, но я предполагаю, что здесь два эти фактора сыграли такую... По-немецки это называется Wechselwirkung, то есть как бы один факт повлиял на другой, то есть мне было и чуть-чуть жарко, и чуть-чуть грустно, и некому руку подать, и в результате, в общем, я не доспала своё. И промежуточный с точки зрения хронологии факт, но который мне реально просто вскрыл мозг, это было моё вчерашнее общение с тётенькой, врачом, которая пришла ко мне домой для того, чтобы установить, насколько я как бы псих, и насколько мне необходима помощь в историях с документами. То есть ситуация такова, что часто я не открываю письма или не отвечаю на какие-то письма, и потом возникают проблемы. Самая массивная из проблем, которые я создала таким образом, было то, что нам как бы уже, нам предложили выехать из этой квартиры, и только с помощью невероятных, вообще это были как бы невероятные усилия, которые пришлось приложить для того, чтобы в квартире нас оставили. То есть это было реально как бы вот на грани фола история. Да, мы как бы час прообщались, она была очень милая, ничего не хочу сказать о том, как я её оцениваю как человека, как человека она мне очень понравилась, но в конце беседы она так вот задумчиво посмотрела на меня и сказала, что не знает, что со мной делать, потому что она подозревает, что я не болерлайна, и что у меня нет никакого биболярного аффективного расстройства. И я должна сказать, что если вы как бы прошли через вот эту боль, которая сопутствует обоим этим расстройствам, и вам в лицо говорят, что как бы, ну как Станиславский, кто это, кто это у нас был, который говорил, не верю. Вот это реально жесть, потому что речь идёт не о вашей профессиональной несостоятельности, а о том, что человек как бы смотрит на вас и говорит, окей, вот когда ты убьёшь десятерых, я поверю, что тебе больно. А пока тебе в душе больно, но у тебя есть силы более-менее контролировать ситуацию, и ты вот, видите, там за мной как бы пачка сангрии, вот там она. Вот пока ты напиваешься, это типа такой бытовой алкоголизм, это чисто, ну, так, да? А вот когда убьёшь кого-нибудь, вот тогда приходи к нам, мы тебя посадим в профильную больничку, и там как бы ты будешь сидеть, и мы тебе твой диагноз подтвердим. То есть мне было невероятно больно, на самом деле, мне было невероятно неприятно, потому что, но и очень полезным оказался этот опыт, потому что, ну, это мне напомнило ситуацию с моей мамой, которой я там говорила о каких-то своих душевных переживаниях, и она не могла понять, в чём дело, потому что она как бы сделала всё для того, чтобы на физическом уровне, то есть там достаточно было еды, и она постоянно рассказывает, что покупала какие-то огромные куски мяса, и все думали, что она кормит там десятерых мужчин. То есть вы как бы говорите, у меня вот здесь болит, а вам говорят, ну, вы же мясо-то съели, почему у вас ничего не должно болеть? Это как, знаете, в приключениях электроника, когда Сыроежкин вступает на место электроника, и ему дают старшеклассники подержать штангу, после чего он вместе со штангой вываливается в окно, а потом встречает Гусева, который рассказывает ему о том, что они сейчас отправятся на тренировку по хоккею, или придёт завтра скаут из хоккейного общества, как бы на них смотреть. Ну что, Сыроежкин говорит, я не могу, у меня руки после штанги трясутся, а Гусев ему отвечает, ты что, ты же чемпион, у тебя ничего не должно трястись. Ну вот примерно так я себя чувствовала, только, знаете, Сыроежкин сам поучаствовал в создании своего имиджа чемпиона, я, конечно, тоже сама поучаствовала в том, чтобы этот имидж подтвердить, но после того, как я поняла, что скрывать свои эти все душевные потрясения не имеет смысла, потому что, ну, поверьте мне, я достаточно долгое время своей жизни пыталась подстроиться под окружающий мир, как бы сделать вид, что всё со мной нормально, всё со мной хорошо, и только после того, как это окончательно как бы не получилось, я перешла в моду с Айсайка. Всё сказала. Я не знаю, буду ли я снимать ещё отдельное видео на эту тему, изначально я предполагала, но теперь я понимаю, что самое важное я сказала, поэтому в части второй я отвечу на, как бы, три оставшиеся позиции, введя отчёта за день, и как бы всё, мои дорогие любимые, до новых встреч в эфире. Пока-пока.